Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ новости. В студии Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Мараджу Мабеков. В начале выпуска коротко о главном. Моздаимство бой. В Алматинской области стартовала акция «Коррупция не для нас». Испытания на прочность. В общереспубликанской итоговой проверке приняли участие все военнослужащие Талдыкурганского гарнизона. Щедрый подарок. Автопарк спортшкол Талгарского района пополнился сразу пятью автомобилями. В Алматинской области завершились первые в истории вооруженных сил Казахстана комплексные миротворческие учения, за активной фазой которых наблюдал президент, верховный главнокомандующий Касым Жумартукаев. В учениях было задействовано более тысячи военнослужащих, свыше ста единиц боевой и специальной техники. В ходе мероприятия главе государства подробно доложили о деятельности Казахстанского миротворческого полка. Кроме того, верховный главнокомандующий осмотрел классы учебного центра по инженерной, лингвистической, тактической и медицинской подготовке. После завершения учения Касым Жумартукаев обратился к военнослужащим. Он отметил, что современная казахстанская армия унаследовала славу и боевые традиции отважных батыров великой степи. И об этом нужно всегда помнить. Глава государства отметил, что значительным шагом в укреплении миротворческого потенциала в нашей стране стало направление в 2018 году в Ливан 1-й казахстанской роты, действующей на основании мандата ООН. В настоящее время задачи по патрулированию и службе на блокпостах в зоне своей ответственности выполняет уже четвертый состав роты казахстанских миротворцев. Для расширения спектра задач в системе готовности миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций Казахстаном заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции. Они наиболее востребованы в текущих миротворческих операциях. Центр миротворческой подготовки Казахстана на высоком уровне осуществляет подготовку именно таких специалистов. Вы наглядно продемонстрировали свой профессионализм и отличные навыки в ходе сегодняшних учений. Поэтому я благодарю вас за безупречную службу. После ослабления карантинных мер объекты культуры Алматинской области вновь приступили к своей деятельности. Прежнего наплыва посетителей пока не наблюдается, однако отмены выставок, концертов и экскурсий не планируется. Готовность учреждений лично проверил заместитель Акима Алматинской области Рустам Али. Музей имени Таншпаева – главная историческая цитадель Алматинской области. Здесь хранятся свыше 25 тысяч ценных экспонатов со времен каменного века до Великой Отечественной войны. Но несмотря на обилие реликвий, посещаемость музея снизилась. Заместитель Акима Алматинской области Рустам Али выразил обеспокоенно сложившиеся ситуации. «Если делегации будут, это же областной центр, это ваша задача, работа не в будни, а в выходные именно работы. Потому что все люди, жители города, мы все в выходные только можем ходить, мы целый день на работе все ходим. Учтите это, пожалуйста, в процессе работы и справляйтесь». Бывшее здание драмтеатра, а ныне областная филармония имени Сиинбая, претерпела большие изменения. Дополнительные посадочные места, новые декорации и антураж. Несмотря на карантинные условия, филармония не закрывается. Так же, как и не планируют в ближайшее время проводить массовые концерты. Рустам Али посетил объект и поинтересовался у руководства, все ли условия созданы. Областная библиотека имени Сейфулина, кладезь знаний и мудрости. В этих стенах хранятся свыше 164 тысяч книг на различную тематику. В прошлом году они удостоились первого места на республиканском конкурсе среди библиотек. Ежедневно учреждения посещают около 20 человек. Низкая посещаемость связана с карантином, уверено руководство. Рустам Али остался доволен обилием книг и журналов, однако внес несколько предложений. Одним из важных элементов работы любого госоргана, госучреждения является его продвижение в той сфере, в которой сейчас находится наша аудитория. Наша аудитория, наши жители, граждане, в частности молодежь, она больше присутствует в социальных сетях. Мы об этом неоднократно говорили, поэтому мы сейчас рекомендуем настоятельно всем государственным учреждениям, в том числе в сфере культуры, помимо просто обладания аккаунтом или присутствием в социальных сетях, готовить специалистов из своего числа, определить их и готовить в сфере продвижения. Во многих объектах культуры снизилось количество посетителей. Несмотря на это музеи, театры и другие учреждения работают в штатном режиме с соблюдением санитарных норм и с нетерпением ждут любителей культурного досуга. Дамир Анитов, Мадиба Ибусынов, Телеканал ЖЦУ. Завершился первый этап голосования Праймерис. В нем приняли участие 64 кандидата от города Талдыгурган, но до финала дошли лишь 58. В отборе состязались представители различных слоев общества, предприниматели, люди с особыми потребностями, а также работники бюджетной сферы. После подведения итогов районный филиал партии Нур-Отан встретился с однопартийцами. Встреча прошла в Центре общественного согласия в Доме дружбы. От имени Акима города Галымжана Абдраимова всем собравшимся вручили благодарственные письма и книги о житесусском крае. Я сегодня увидела, что очень-очень много молодых, талантливых у нас есть ребят. Я знаю, что за ними будет будущее, что она тебя радует, что она тебя успокаивает. Потому что каждый из нас в этой жизни, мы прежде всего хотим мира, добра, толерантности и спокойствия. Это самое главное в этой жизни. Без вреда экологии. Концепцию развития туризма презентовали на Кульсайских озерах. В Национальном парке Алматинской области построят эко-отели, этно-аулы, глэмпинг, кемпинг и три визит-центра. На развитие экотуризма инвесторы готовы вложить порядка 7 миллиардов тенге. Жемчужина северного Чиншаня – так называют Кульсайские озёра, уникальный очаг эко- и этнотуризма в Казахстане. По инициативе министра экологии, геологии и природных ресурсов была одобрена новая концепция развития. Главная её цель – сохранить естественное состояние озёр Кульсай без вреда экологии. Поэтому капитального встречества не будет. Вместо этого используются лёгкие конструкции. «Все постройки расположены внизу, не в ущелье. Эта концепция разработана с учётом особенностей местной природы. Основная её цель – не нарушать экосистему». Концепция развития нацпарка утверждена общественным советом. В её обсуждении приняли участие и местные активисты. По их словам, необходимо уделить особое внимание национальным особенностям природного парка. «У других государств отличные показатели по развитию экотуризма. Но я не заметил у них национальных особенностей. Потому в наших приоритетах сделать акцент на национальном колорите». В следующем году озёра Кульсай могут включить список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил председатель Казахстанского национального комитета. Следует заметить, инвесторов, желающих построить на территории жемчужины северного Тиншаня крупные сервисные центры, предостаточно. Однако при этом предприниматели должны следовать требованиям концепции. «Инвесторы предлагают построить этнодеревни, глэмпинг, кемпинг и гостиничные комплексы. При этом наша основная цель – обойтись без строительства сложных конструкций. Мы должны иметь возможность отдыхать пешком или на велосипеде, не причиняя вреда окружающей среде». За прошлое лето урочища Кульсайя Каэнде посетила более 2000 туристов. Сезонный доход в целом ежегодно составляет свыше 30 миллионов тенге. Немалая доля прибыли приходится и на внутренний туризм. Если в 2010 году в селе Сатэ мест для приёма гостей было 14, то на сегодняшний день их количество возросло до 63. По словам активистов, финансирование планируемых объектов позволит вывести экотуризм на новый уровень, что будет выгодно и для местных жителей. «Развитая инфраструктура в этих краях обеспечит постоянную занятость местного населения и неплохие заработки. В целом, я считаю, эта концепция сулит хорошие перспективы». В соответствии с концепцией, программа развития будет полностью реализована до 2025 года. Туда входит и строительство 12-километрового турмаршрута, тропа для конных прогулок, парковка и участки под глэмпинги и кемпинги. В связи с развитием инфраструктуры нацпарка встаёт вопрос о наличии сотовой связи интернета, которых на территории нацпарка нет. Однако, по словам руководства природного заповедника, решение уже найдено. «Мы обратились к руководству предприятий, оказывающим услуги связи. На данный момент нами уже подписана договорённость с одним из них. Можем заверить, что к следующему сезону здесь будут налажены интернет и телефонная связь». По предварительным расчётам авторов проекта, благодаря созданию инфраструктуры и увеличению турмаршрутов, поток туристов увеличится в разы. В результате доходы природного парка повысятся до 150 миллионов в год. Это по сравнению с прошлым годом на 120 миллионов больше. Одина Смагулова, Курманжан Хасмжанулла, Аманжол Жунгешев, телеканал ЖТСУ. Коррупция не для нас. В рамках акции руководители государственных органов Алматинской области озвучили объём своего дохода. Мероприятие проводится с целью реализации послания президента Республики Казахстан «Открытость и доступность государственных органов». В Алматинской области акцию одним из первых поддержал руководитель проектного офиса ЖТСУ Адалдак Алана Аманжол Жазахпаев. Его ежемесячный доход составляет 170 тысяч тенге. Принять участие в акции и призвать государственных служащих к открытости и прозрачности на личном примере присоединились и другие руководители области. Ежемесячный доход руководителя управления внутренней политики Сарыбаева Галиаскара составляет 182 тысячи 500 тенге. Руководитель управления трудовой инспекцией Тимирлан Бектасов зарабатывает 235 тысяч 700, а глава управления культуры и спорта Нурбакыт Тенисбаев – 167 тысяч тенге. Эта акция проводится на добровольной основе. Руководители различных управлений делают информацию о своем доходе достоянием общественности. На личном примере они призывают коллег к открытости, честности и противодействию коррупции. Прожить одну жизнь, чтобы спасти тысячи. В этом году органам гражданской защиты Республики Казахстан исполняется четверть века. 19 октября 1995 года указом первого президента страны был создан Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. В рамках празднования знаменательной даты наш корреспондент подготовил серию сюжетов о нелегкой жизни спасателей. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Таков девиз каждого спасателя в Алматинской области. Ежедневно они предотвращают десятки чрезвычайных происшествий, рискуя своими жизнями. Ильдар Искаков – один из них. Ветеран службы уже 25 лет работает водителем в городском УЧС. Прибыть на место ЧП вовремя, не нарушая ПДД – его главная задача. За свою долгую и честную службу он удостоился огромного количества наград. В этой сфере работаю в 1995 году. И до этого времени работаю здесь. Эту работу я выбрал, так как эта работа мне нравится. Эта работа, скажу, что нелегкая, это тяжелая работа и опасная. Я много видал и много ездил. Последний раз ездил в Кузлородинскую область для тушения газовой скважины. За это был награжден грамотой от Министерства чрезвычайной ситуации. Профессия водителя – это нелегко. Надо быстро доставить личный состав и огнетующиеся вещества на место пожара, при этом не нарушая правила дорожного движения. Единая дежурно-диспетчерская служба. Самое сердце служб ЧАЭС. Ежедневно сюда поступают десятки, а то и сотни различных сообщений. В такие моменты счет идет не на минуты, а на секунды. Лишь от грамотного руководства и принимаемых решений зависят человеческие жизни. Ведь на любое чрезвычайное происшествие необходимо отправить нужную службу. Сразу после поступления звонка из диспетчерской спасатели должны быть уже на готове и немедленно выход на место происшествия. Всего минута дается на сборы. Пожары. Головная боль всех спасателей. За 10 месяцев этого года зарегистрировано 82 различных пожара в городе Талдыкурган. Это на 32 факта меньше аналогичного периода 2019 года. Положительная статистика – результат кропотливого труда каждого сотрудника органа ЧАЭС. Работа спасателей очень трудна, многогранна и требует высокого профессионализма. Как с теоретической точки, так и по практическим навыкам. Помимо всего прочего, работа это еще и опасна, так как сопряжена с риском для жизни спасателей при выполнении своего профессионального долга. Стоит помнить о том, что многие сотрудники органов гражданской защиты при исполнении своего служебного долга отдали свои жизни ради спасения людей. В преддверии этого праздника хотелось бы поздравить наших коллег, ветеранов с профессиональным праздником. Отопительный сезон стартовал в Алматинской области раньше срока. А это значит, что спасателей ждет еще одна горячая пора. Не допустить гибели населения от угарного газа и возгораний – главная задача на ближайшие месяцы. Пожарными проводится подворовой обход населения. Во время адресного посещения до сведения граждан доводят основные правила безопасности и раздают специальные листовки. Ведь народная мудрость гласит – предупрежден, значит вооружен. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций сотрудниками ведутся широкомасштабные мероприятия профилактического характера, а также выезда на место происшествия ЧАЭС. И это не всегда является безопасным для того же спасателя и пожарного. Ребятам, несмотря на поставленные задачи, необходимо обладать такими качествами, как сила, духа, умение оперативно реагировать в кризисных ситуациях, суметь не только спасти человека, но и оказать морально-психологическую поддержку. Очень горжусь данной профессией. Она и благородна, и важна для человечества в целом. Служба спасателей – удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу. Каждая из них честью выполняет свой служебный долг и в любую минуту готов прийти на помощь людям, попавшим в беду. Не важно, днем или ночью, в жару или холод, ведь работа у них такая – жить не спасать. Тамир Анитов, Ержан Дюсен, телеканал «Жицу». К воинской службе готов. Среди военнослужащих Казахстана проходит ежегодная общереспубликанская итоговая проверка. На прочность проверяют физическую подготовку, навыки стрельбы, знания устава и законов и многое другое. Каков уровень подготовки нашего Талдыкурганского гарнизона, расскажет Рустам Аралбаев. Итоговая проверка – это испытание военнослужащих на прочность, а техники – на боеготовность. В ходе ее проведения проверяются навыки пользования военной техникой и оборудованием. От защитников требуется, чтобы скорость и качество в исполнении нормативов были на высшем уровне. Сегодня у нас специальная подготовка по физической, боевой подготовке, огневой подготовке, общевой уставам, государственной правовой подготовке. 90% военнослужащих сдали нормативы на отлично, настроили состав отличный, боевой, несмотря на пандемию. Помимо боевой подготовки, защитников Отечества проверяют и на знания законов и устава. Настоящий солдат должен быть образованным, говорят наши военнослужащие. Следующий по списку идет проверка физической подготовки. Каждый солдат выкладывается на полную, чтобы по результатам общереспубликанской итоговой проверки именно его воинская часть вырвалась вперед. По мере сдачи нормативов мы стараемся получить наивысшие оценки, чтобы наша часть была на первом месте. В общереспубликанской итоговой проверке принял участие Вестал-Докурганский гарнизон, военнослужащие десантно-штурмовой бригады, полка связи, авиабазы и других войск. Каждый солдат получил персональную оценку своей подготовки, но говоря языком военных, нет большей награды, чем защита Родины. Рустам Араубаев, Рабиб Хабдарахманов, Телеканал ЖИЦУ. Преемственность поколений. Почет и уважение старшему поколению выразило руководство Талдыкургана. В честь прошедшего Международного дня пожилых людей гостей окружили особым вниманием, подготовив праздничный концерт. Аким Города вручил собравшимся памятные подарки и книги о Талдыкургане. В свою очередь общественные деятели, внесшие весомый вклад в развитие Алматинской области, поделились жизненным опытом, повествуя о высокой морали и человеческих ценностях. Подобные мероприятия по традиции проходят ежегодно, но в целях соблюдения санитарных норм в период карантина количество гостей было ограничено. В этом году 175 лет Абайу Кунамбаеву, 90 лет Шамши Калдаякову. 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Вот это счастье, то, что нас приглашает и проводит День пожилых людей, это знак почета вот этим людям, которым когда-то воевали, отстояли этот мир, нам его только светлое будущее подарили. Поэтому мы очень рады руководству области, района, города, и мы всегда будем их поддерживать. Пять автомобилей подарили спортсменам Толгарского района. Такой подарок на баланс спортивных учреждений передал Акимат Алматинской области. Сегодня в торжественной обстановке ключи от автомобилей вручил глава района Сережан Ерекешев. На сегодняшний день в Толгарском районе функционирует пять спортивных школ. Автопарки трех учреждений сегодня пополнились новыми автомобилями. Для детско-юношеской спортивной школы Алмалы был приобретен микроавтобус Hyundai на 17 мест. Три легковых автомобиля досталось специализированной спортивной школе по велоспорту имени Кивилева. А 15-местная «Газель» теперь служит для областной детско-юношеской школы по зимним видам спорта. Теперь юные спортсмены смогут комфортно и, главное, безопасно добираться на соревнования в другие города и регионы. Это большое событие и подмога нашим спортсменам, нашим молодежи, которые сегодня, несмотря на все трудности, которые связаны с пандемией, со всеми остальными делами, не прекращают своих тренировок, показывают свои хорошие результаты. Я думаю, что, когда будет такая поддержка, это будет стимул для наших спортсменов, для наших молодежи, которые занимаются на сегодняшний день спортом, чтобы показывать хорошие достижения. Хочу выразить благодарность Акимату Алматинской области, управлению спорта и физической культуры Алматинской области, нашему району Толгарскому. Сегодня были вручены ключи от машин, школам, которые действительно нуждаются в этом. И видно, что спорт в области, в республике у нас действительно уделяется внимании. И хотелось бы, чтобы продолжалось это. Наши спортсмены очень рады. Толгарский район без преувеличения можно назвать одним из самых спортивных районов. Здесь около 30% населения ведут активный образ жизни и занимаются спортом. А это более 60 тысяч человек. Стоит заметить, в настоящее время для организации эффективного досуга в Толгарском районе действует более 240 спортивных объектов. Администрация района планирует продолжать работу в данном направлении и оказывать всестороннюю поддержку спортсменам. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИЦУ. В Нью-Йорке скелет тираннозавра по имени Стэн ушел с молотка за рекордные почти 32 миллиона долларов. Результаты торгов произошли самые смелые ожидания экспертов. Аукционный дом Кристис рассчитывал выручить за лот лишь около 8 миллионов. Это один из самых хорошо сохранившихся скелетов ящера. Он принадлежал динозавру, обитавшему на Земле 67 миллионов лет назад. При жизни рептилия весила примерно 8 тонн и умерла в 20 лет. Палеонтологам Южной Дакоты, где и были обнаружены ее останки в 1987 году, понадобилось 30 тысяч часов, чтобы собрать пазл из 188 костей. Всего с 1902 года ученые обнаружили около 50 скелетов тираннозавров. Имя счастливого обладателя Стэна не разглашается. Израильтяне, несмотря на карантинные ограничения, снова вышли на улицы Иерусалима, Тель-Авива и других городов страны. Демонстранты выразили недовольство тем, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией в области здравоохранения. Тиран и деспот выкрикивали участники акции и призывали Нетаньяху уйти в отставку. В ходе марши в крупных городах отмечали столкновение манифестантов с полицией. С 18 сентября в Израиле действует уже второй в этом году карантин. По меньшей мере, до 14 октября в стране останутся закрытыми школы, рестораны, спортклубы и другие предприятия, которые связаны с приемом клиентов. Действуют и ограничения на передвижение граждан, и собрания, и акции протеста. Американские журналисты подсчитали стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции. По информации издания The New York Times, лечение главы государства обошлось более чем в 100 тысяч долларов. Уточняется, что значительная часть расходов не была связана непосредственно с терапией, а состояла из дополнительных услуг, включая транзит на вертолет и неоднократное тестирование на вирус. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова